Католицизм и протестантизм то или иное высказывание, то или иное учение. Рим сказал – вопрос окончен. Там есть высшая инстанция. Конечно, говорят, что там соборы подготавливают, но Папа выше всех соборов. Если бы даже какой-то собор что-то принял, с чем не согласен Папа, и Папа не подписал бы его, это соборное решение не имеет никакой силы. Итак, последняя инстанция там – одного человека, одного, который вдруг только по той причине, что его избрали на Папский престол, сразу же приобретает характер провозглашения безошибочных истин. Ну, правда, экс-катодра, с кафедры, то есть, когда он выступает не как частное лицо и не как даже просто епископ Рима, а когда он выступает как вселенский, вселенский учитель, то есть, обращается ко всей церкви, и его тогда решение приобретает безошибочный характер и непогрешимый. Причем, этот догмат настолько имеет такое огромное значение, что если вы обратитесь к авторитетнейшим высказываниям римских богословов, то, я думаю, что у вас уже никакого сомнения не останется. Знаменитый святой и кардинал римской церкви XVI-XVII века, он жил и в том, и в другом веке, представляете? Но не два века, конечно. Так, Беллерминт, он прямо говорил, даже если, когда говорит Папа, что он высказал мысль противоречащую Священному Писанию, и даже для нас, для всех покажется абсолютной ересь, это, как он сказал, остается истиной непоколебимой, и тот, кто ее не примет, тот поступает против учения церкви. Об этом учил другая святая, например, очень откровенно выражалась, как Катарина Сиенская, она то же самое до еще Беллермина повторяла ту же самую мысль, и это является догматом. Правда, когда готовился Второй Ватиканский собор, который проходил с 1962 по 1965 год, то было очень много в прессе высказываний, в том числе в католической прессе, не только в какой-то светской, высказываний и ожиданий относительно вопроса папского примата. Все ждали! Что будет? Идет же либерализация всех сторон жизни, во всех странах с католической даже церковью, в самой католической церкви, какой либерализм идет! Все те, кто как-то иногда заглядывает, может быть, в интернет и смотрит, что там касается жизни католической церкви, наверное, с изумлением подчас читают, что там происходит. Все ожидали, и что же получилось в Конституции о церкви? Папская непогрешимость или безошибочность, как хотите, так, была утверждена еще раз и с гораздо даже большей силой, чем на Первом Ватиканском соборе 1870 года, из-за которого, как вы знаете, откололась часть католической церкви и образовали Старокатолическую церковь. В гораздо большей степени, если Ватиканский собор первый провозгласил этот догмат только в отношении того, что Папа скажет, когда как вселенский пастырь и учитель, то здесь Конституция о церкви находим строки удивительные, если Папа трижды в своих выступлениях выскажет одну и ту же мысль. Это уже равносильно выступлению, заявлению экс-катадра. То есть, не только никакого смягчения не произошло, никакой либерализации этого догмата совершенно, но даже его, если хотите, ужесточение. Слушайте, это же совершенно ясно! Только тот, кто совершенно не знаком с католической церковью, мог ожидать или вообще какие-то, знаете, верхогляды или мечтатели, потому что на самом деле всё единство католической церкви держится в этом узле, который называется Папа. Стоит только уничтожить этот узел, католическая церковь распадётся на тысячи церквей, которые, между прочим, многие из них между собой не будут иметь никакого общения. Пойдётся невероятная либерализация! Будет точно такой же протестантизм, который мы увидели в XVI столетии и который своё лицо являет до настоящего времени. Итак, в католицизме непогрешимой истины, церковной истины, догматической истины, как вам только нравится, является в конечном счёте то, что утверждено этим одним человеком. Один умирает, другое новое место становится. И так продолжается. Причём, если вы будете, кстати, знакомиться, а, наверное, будете знакомиться с историей католицизма, а было бы как бы полезно, но только вот в каком ключе? Если бы вы только посмотрели, вот хотя бы один пример. Папа Пий V в XVI веке, утверждая служебник, утверждая чин Мессы, заявил, никто не смеет никогда и во веки веков изменить что-либо в ней. И если кто-то дерзнёт, анафема да будет! Сейчас, если вы посмотрите, вам где хочется место служить? На кухне? Пожалуйста! С чем? С джазом? Пожалуйста! Сколько угодно! Для детей с куклами? Конечно! И никаких проблем! Вы что угодно найдёте! Собралась группа молодых людей с гитарами и тут же импровизируете в хористический канон! Ну, красота просто! И это непогрешимые объявления Папы! Посмотрите, какая непогрешимость! Ничего подобного! Ничего подобного! Иоанн XXIII, за ним Павел VI, при которых проходил собор Второй Ватиканский. Пожалуйста! Объявили! Всё сняли! И пошла такая либерализация, что даже в католической церкви откололась часть епископата, откололась, которые возмутились тем, что это происходит в их церкви. Что сейчас происходит? Я вот тут выступал перед Ной поступившими и говорил, как один из новых официальных переводов Нового Завета католической церкви, что предлагает нам вместо известных слов пророка Исаии, этого евангелиста ветхозаветного, известных слов, слов пророческих, но которые затем явились реальностью, реальностью и непоколебимой основой для всего христианства. «Все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Новый перевод, вы знаете что? «Все молодая женщина забеременеет и родит сына». Официальный, вы слышите! То есть официальный что значит? Это не значит, что от лица Папы, конечно, не подумайте! Папа не может утвердать всего того, что происходит! Нет, но официальный... Я не знаю там или конгрегация соответствующая, вероучительная, или богослужебная. Не знаю, какая там конгрегация. По крайней мере, наложила гриф. Как, знаете, сейчас у нас на книге издаются гриф издательского совета? Так там, вы слышите? Этот догмат кардинальный, вы же понимаете! Если Христос не Бога-человек, что тогда от нашей религии остаётся? Что? Ничего! Как наш профессор нашей академии дореволюционной, когда ему предложили дать отзыв на книгу Ринана «Жизнь Иисуса», дал отзыв, которого раньше ещё никогда не было, по своей силе и краткости. Поцелуй Иуды! Всё! Точка! Слыхали вы когда-нибудь такой отзыв? Официальный! Да! Ринан, этот француз, изобразил! Французы, они умеют, знаете, так говорить, что это красиво, всё это так ласково, всё это так мечтательно, что лучшего и человека на свете никогда не было и не будет, чем Иисус из Назарета! Этот человек преисполнен в таких-то качествах! Этот человек! Этот человек! И нигде! А где же Бог? Нигде! И правильно Муретов дал отзыв «Поцелуй Иуды!» Помните Иуды как? «Радуйся, Равви!» И тут же его схватили, связали, и начались издевательства! Так, итак! Итак, в католицизме, с которым видите, что происходит, а тут много можно привести интереснейших фактов! Так, тем не менее, последней инстанцией и истинной, непререкаемой и обязательной для того, кто хочет быть католиком, является голос Папы. «Рома локута кауза фенита!» Рим сказал – вопрос окончен! Понятно! Для протестантизма что является истиной? Хочу сразу сказать – уже неправильно поставленный вопрос! В чём же неправильность? Естественный вопрос! А в том, что нет уже истины там, а есть мнение! Вам, например, кажется, что Христос и Бог, да? Пожалуйста, я вас уважаю, но я считаю только человек, и вы должны уважать и моё мнение! Вы считаете, Евхаристия – это таинство? Ну, пожалуйста! А я считаю просто воспоминания о Тайной Вечере, и вы должны тоже сказать – пожалуйста! И мы с вами все будем в одной церкви! Слышите? Мы в одной протестантской церкви! И кто верит, что Он – Бога человек, и тот, кто говорит – нет, только человек, и тот, кто верит, что в церкви есть таинство, и для которого никаких таинств нет, и мы все, слышите? В одной церкви! Вы подумайте, что же тогда из себя представляет церковь? Ну, если образно выразиться, но и в ковчег, и всякой твари по паре! Англиканская церковь уже, например, давно уже не церковь! Мы пробовали с ней вести диалог, пробовали, и, вы знаете, пришлось прекратить! По какой причине? По самой, кажется, элементарной! Вот, сидим вот так вместе, все, все, договорились, все, они выбрасывают филиоквы из своего там вероисповедния! Как они – все, да, да, да! Проходит точно полгода! И утверждается на огромном съезде англиканской церкви! Мы говорим – так, обросите, а как это понять? Нам ответ очень элементарный! У нас полная свобода! И каждый может выражать свое понимание и свое видение! И дальше послушайте! Ой, какой великий тезис протестантизма! И вы уже не посмеете после этого ни в чем возражать им! Послушайте! Каждому Дух Святой дает свое видение вопроса! И поэтому все истинно! Дважды двадцать четыре? Хорошо! Но дважды два-три с полтиной? Пожалуйста! А сороку на колу? Ну и это и может и так! Вы слышите? Исчезло понятие истины! Нет эталона, нет твёрдости! Представьте себе, что если бы мы сейчас потеряли с вами эталон метра – что было бы? Эталон километра – что было бы? Особенно те, кто ведёт машины! Всё бы! Капут! Без эталона! О чём можно говорить? Нет истины! Вы слышите? Исчезла истина! Само понятие нивелировано совершенно! Осталось только мнение! А я вот так полагаю! Вы слышите? Я полагаю! И все должны с уважением отнестись! Я так полагаю! Я с уважением отношусь к тому, что другой вот это полагает! И мы все довольные, сидимы, гордые своим мнением! Вы слышите? И чем оригинальнее мнение, тем ох, как оно лучше звучит! Вы хотите, чтобы о вас заговорили? Скажите что-нибудь такое эдакое! Например, я хочу стать президентом! И все – ах, 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 дайте интервью, пожалуйста! У меня попросили, я говорю, а я хочу стать римским папой! Ну-ка! Берите интервью теперь у всех! Господи Боже мой! Чем абсурднее, тем, оказывается, больше интерес вызывает, до какого умопомрачения можно дойти! Итак, протестантизме... Слушайте, то, что я сейчас говорю, друзья, это пригодится вам на всю жизнь! На всю жизнь! Это очень важное положение! В протестантизме нет истины! Нет понятия! Оно исчезло! Вам, конечно, никто никогда не скажет, что нет истины! Но они скажут, что истина познаётся с самых разных сторон! Кому как Дух даёт, провозвестит, даёт понять! Правда, что замечательно? Кому как? Вам это кажется потолок белый? А мне кажется чёрным! Ну, Дух Святой так открыл, что делать! Да, вам кажется, что это прекрасная лужайка? А ему кажется, что это болото! Так, а тут как быть? Пожалуй, почешут затылок! В болото, наверное, не захотели бы пойти! И забыли! Когда касается вопрос религии и христианства, тут играть такими вещами невозможно! Наверное, не всё равно сесть в мягкое кресло или на раскалённую сковородку! Мнение, правда же! Ну, не всё ли равно? Да? Кожа лучше понимает, чем ум! Превратили религию в игру! Не имеет никакого значения, оказывается, правильным я иду путём к Богу или ухожу от Него! Оказывается, это неважно! Вы слышите? Неважно! Просто у нас разные мнения, во что превратили религию! То есть, здесь фактически мы с чем сталкиваемся? Нет религии! Нет веры! Об этом уже как прекрасно писал Фёдор Михайлович Достоевский! С горечью! Он много раз же там жил в Европе подолгу! С горечью писал! Да нет уже никакой там веры на Западе! Они только боятся себе признаться в этом! Ибо там, где есть вера... Вы подумайте только! Где есть вера и где мы знаем, что человек стоит или перед благом, или перед погибелью, пожалуй, как он будет относиться тогда к рассуждению этого вопроса? В окружении врагов! Говорят, есть путь правильный! Все другие ложные! Так? Пожалуй, ни один протестант не сказал бы, ну, это ваше мнение, и всё! Ну, и пусть там вы считаете правильный! Понимаете, когда касается дела вот этих земных вопросов в жизни, ой, как они внимательны! На полпроцента там чего-нибудь повышение! Какие целые демонстрации, протесты и бьют всё на свете! Как только касается вечной жизни – безразлично! Это мнение! Игра, религии, веры – значит, нет! Чем отличается православие? Теперь я хочу вам… К чему я всё это веду, друзья мои? И это надо запомнить нам, потому что мы стоим перед лицом колоссальной опасности, которая движется на нас! Опасности в лице вот этого западного христианства, который буквально от истины уже ничего не оставил камня на камне! Чем характеризуется православие? Мы, православные, православная церковь утверждает, причём со всей силой и без каких-либо условий, истинным является только то, что подтверждается совокупным учением святых отцов! Мы не говорим, что всеми! Бывает же, когда кто-то мыслит иначе, мы говорим – это его личное мнение! Мы говорим – совокупным учением святых отцов! На языке нашем школьном это именуется священным преданием церкви! Почему мы так утверждаем? Почему так церковь это именно утверждает? По очень простой причине! До тех пор, пока мы находимся вот в этом состоянии, в каком сейчас мы с вами находимся, а мы в каком находимся? В каком находимся? Вот я, например, не знаю, что мне лучше – быть здоровым или больным с точки зрения спасения? Нет, конечно, мне хочется быть здоровым, естественно! Богатым или бедным? В славе или в поношении? Наверху или внизу? Ничего не вижу! Даже в отношении себя! Я не знаю, что мне лучше! Вы подумайте только! Даже себя, свою душу не вижу! Я не вижу фактически, что в ней происходит! Поэтому я не могу сказать, что мне лучше! Кто такое святые отцы? Я говорю прежде всего о святых – не о том, кто канонизирован! Потому что многие были канонизированы не по той причине, что они достигли очищения души, а по другим причинам! Правый разбойник – что он? Какой он святой? Понимаете? Да, но Бог даровал ему спасение за его смирение и покаяние, но никакого очищения души ещё не было у него! Святыми! Я говорю о каких святых? О тех, которые подвигом своей правильной жизни! Слышите? Правильной жизни! Очистили душу свою от всякой скверны! Приобщились Духу Божьему! И таким образом, тот Дух Святой, которым написано Евангелие, он, этот же автор, этот Дух Святой, давал и им истинное разумение Священного Писания, Откровение Божие! Слышите? Один автор! Дух Божий, который пронизывает всё Священное Писание, этот Дух Божий открывал и Святым Отцам! И когда мы видим, что в каком-то положении учит не один отец и даже не два, может, не три, когда мы видим, вот вам, сколько вам надо? Десять? Пожалуйста! Когда мы видим совокупные учения, мы говорим, вот здесь уже нет сомнения! Это учение истинное! Это учение Богооткровенное! И никакие домыслы человеческие ни в коем образом не могут приниматься в соображение, я говорю, домыслы, которые противоречили бы этому! Наша основа – святые отцы, священное предание Церкви! Мы видим, что произошло с Церковью Римской, когда она отвергла это, и одного человека сделала правозвестником истины! Мы видим, что произошло с протестантизмом, в котором вообще понятие истины исчезло, и протестантизм рассыпался на сотни ветвей! На сотни! Да вот сейчас, стоит нам начать обсуждать, и я думаю, мы сразу можем встретить два, три, пять, десять мнений! Рассыпаются! И до сих пор рассыпаются непрерывно! Появляются новые! Исчезают другие! Нет, нет, не на что опереться! Мне так кажется! Всё! Замечать кажется! Ну, перекрестись! Если тебе так кажется! Это что такое? Это платформа для религиозного сознания? Для религиозного учения? Извините! Это что такое? Вот чем характеризуется православие, я обращаю ваше внимание! У нас есть эталон твёрдый, есть твёрдая почва, фундамент, исходя из которого мы можем твёрдо говорить! Твёрдо говорить! Пример! Вот пример! Священство – это таинство или это просто некая ординация, то есть назначение? Выбора человека на определённую должность! Одна из тем – православно-лютеранского диалога! Сидим друг против друга! Представляем доклады! С их стороны какие доклады? Любопытнейшие! Они говорят о священстве, начиная с лютера! Мы говорим, а где же полторы тысячи лет? Куда исчезли? Куда же? Что? Церковь была едва приметна! А что это такое едва приметно? Ну, это-то ладно! Мы ставим вопрос другой! А почему вы считаете, что лютер был прав? Священное Писание! Священное Писание? У апостолов там есть, да? Помните, да? У апостолов! Мы говорим, так, а как понимать Священное Писание? Можем задать вопрос? Кто лучше всех понимал слова апостолов в данном вопросе? Не кажется ли вам, что ученики апостолов? Не кажется ли вам? Ну, да, естественно! Они не только читали их послания, они с ними лично соприкасались, спрашивали, они им всё лично объясняли. Ученики апостолов как называются? Вы уже знаете, наверное, мужи апостольские, да? Давайте у них посмотрим, что они пишут по этому вопросу! Давайте посмотрим! И мы им предлагаем целую россыпь высказываний мужей апостольских во священстве, что это есть таинство! Таинство преемственное! Преемственное рукоположение! Прямо, пожалуйста, одно за другим! Вам мало? Ну, давайте посмотрим, что дальше! Ученики этих учеников о чём пишут? То же самое! Какие основания сомневаться в этом? Почему вы считаете, что точки зрения Лютера и прочих отцов реформации более верные, чем непосредственных учеников апостолов? Скажите, почему? Вы знаете, любопытно это было? Я помню, это было в Германии. Вот эта дискуссия, знаете, к чему привела? Там была женщина-пастор. Я её хорошо знал, в общем. Знаете, что случилось? Она начала рыдать и плакать! Вы отрицаете, значит, что у нас нет священства? Вы слышите? Ну, женщина, ну что вы хотите? Там, где не помогает логика, там начинаются слёзы! Наконец-то она немножечко от рыданий своих, так сказать, остыла. Мы говорим, ну, послушайте, вы же сами говорите, что священство не таинство! Мы только повторяем же! Почему же вы обижаетесь-то? Она обиделась, что она пасторша, а у неё теперь, оказывается, с точки зрения православных никакого сана нет! И обиделась! Это она-то! Которая сама утверждает, что никакого священства никакого не существует, как таинство! Ну, подумайте только! Я вам привёл это пример. Это хороший пример, который может пригодиться вам. Видите? И прошу вас обратить внимание на это положение. Вот в чём православие видит силу, подтверждающую истинность его учения! Мы действительно имеем мощный аргумент! Непоколебимый, я бы сказал вам! Мне приходилось читать лекции одна же в баптистской семинарии в Москве. И я как раз на эту тему и решил прочитать лекцию. После меня ни разу не пригласили. Но, правда, ко мне зато подбежало много учеников просить давай мой адрес, как можно вам написать, как можно позвонить. Там увидели отцы, что это беда. Так дело, может, неизвестно, чем кончится. Действительно, православие имеет аргументы, имеет, имеет фундамент, повторяю вам, там его нет. Потому что на каком основании можем какому-то учителю доверять больше, чем огромному количеству тех людей, которые жизнью своей засвидетельствовали истину Божью? Какой? Никакого даже сравнения быть не может! Почему, друзья мои, я говорю об этом? И, как видите, стараюсь просто говорить, чтобы усвоили вы. сейчас наше время. Время, я вам скажу, бедственное. Сейчас к нам непрошенных духов летит полно из запада и с востока. Ринулись на эту благодатную почву. Здесь, кажется, есть где поживиться. Масса верующих людей и ринулись. Здесь мощная католическая экспансия. Протестантская, каких только я не знаю, именований вы не встретите. Не говорю об азиатской стороне. Там уже нехристианские секты. Вот здесь. И поэтому в наше время особенно важно помнить, особенно важно держаться вот этого критерия. – Почему? Потому что вот это разъедающее явление, явление, что «а мне кажется так», «а я считаю эдак» и так далее, это разъедающий скепсис. Выискивается подчас в истории церкви какие-то отдельные случаи, на основании которых, на случайностях строятся целые концепции воздвигаются разрушающие православное сознание человека. Мы стоим перед огромной опасностью. И если наше священство, которое стоит на передовых позициях, если хотите, не будет держаться вот этого, этого эталона, этой истины, о том, что вот что такое православие, так, тогда и наша церковь постепенно будет превращаться в такое же протестантское собрание. и больше ничего. Правда, название останется, конечно, православие, православие, но что в нём православного останется, вот это уже вопрос и очень большой вопрос. В данном случае, почему я с этого просто начинаю даже сам год, вот, в рассудении с вами, начиная это, поскольку это является важнейшей опорой нашей. запомните, пожалуйста, почему я сказал «Не слушайте меня, пожалуйста!» Не надо! Я такой же, как вы! И больше ничего! Но когда, если мы что-то, о чём-то говорим, и мы видим таково учение отцов, вот тогда прошу слушать! Не меня! Их! Их! Потому что, повторяю вам, вот этот разъедающий либерализм, который полностью накрыл Запад, где уже никакой твёрдой основы не осталось, он может поразить и нас! Кстати, хочу вам просто поделиться. Иногда на конференциях международных слышу, кто-то выступает. Такой дикий либерал, что думает, что ж это такое? Оглядываюсь, смотрю – католик! Не смешивайте! Одно дело – официальная католическая доктрина, будем говорить так, и состояние богословия католического! Ой, как они уходят друг от друга! Что вы! В католическом богословии можем встретить всё, что угодно! Есть вещи, которые куда-то подчас и протестанты этого не допрыгивают! Слышу, выступает за женское священство! Смотрю, кто ж такой! Ах ты, батюшки мои, мой знакомый! Оправдывают этих гомиков! Ай-яй-яй, почему? А он идёт в русле политики официальной, мировой политики! Всё это хорошо! А может быть, и не только в русле политики, имеет и личные заинтересованности! Вот так! И всё это ничего! Хотя официально, официально, пожалуйста, есть там решение вероучительной конгрегации против женского священства, католическая церковь. Недавно было одно из заявлений, довольно интересное, в котором даже рукоположение женщин почти приравнивается или сопоставляется, как почти равенство с педофилией! Видите, сильно? Ещё бы! Очень! Очень! Но что это такое? Да против педофилии все! Что-то только, что ли, католики? Православные? Атеисты все! Чего тут религиозного-то особенного? Это извращение и больше ничего! И все против этого выступят! И христиане, и мусульмане, и буддисты, и атеисты! Чего тут особенного-то? Где религиозный момент? Вот что! А религиозный так! Переводит Новый Завет, и вместо осуждения, где апостол Павел со всей силой осуждает эти вещи, пишется... Перевод! Перевод! Да! Павел пишет! Да, каждый должен иметь своего партнёра! И так далее! Это новые переводы! Вы слышите? Я вам привел перевод слова пророка Исаии, а вот вам ещё один! Вы слышите? Причём восторг выражает архиепископ Контерберийский! О, это новый перевод! О, действительно! Как он отвечает современности, современным требованиям человека! Почему я об этом ещё говорю? Потому что наш с вами курс, он будет посвящён одному из аспектов апологетики. Апологетика, как вы знаете, имеет множество аспектов! Чего там только нет! И исторический аспект! Сколько в истории! Ой, как много интересного! Философии! Боже мой, всё! Можно сразу утонуть, захлебнуться и всё! И со святыми упокой! Естественно, научная апологетика! Господи, Боже мой! Вы, наверное, это проходили и знаете, как много интересного, увлекательного и полезного мы найдём всюду! Но мне представляется, что не просто интересным, а важнейшим аспектом апологетики, вот этим стороной, является та, которая показывает принципиальное различие между христианством, скажем так, православием, и прочими всякими представлениями религиозными и нерелигиозными. Точнее сказать, что же такое православие? И что мы можем сказать в ответ на критику православия, критику, которая идёт с разных сторон, касается самых, я бы сказал, всех вероучительных истин христианства? Всех! Без исключения! Атеистическая критика? Верно! Критика инорелигиозная? Да! Критика со стороны других конфессий? Конечно! Слышите? Вот этот раздел апологетики, он чрезвычайно важен! Мы, в конце концов, должны уяснить себе перед лицом вот этой критики со всех сторон, что такое православие, чем оно может ответить. Апология! Вы же помните апология? Проходили, небось, лет пять тому назад, что это такое за слово варварское? Значит, защита, оправдание! Апология! Апология! Мы в апологию переделали! Ну, неважно, зачем нам обязательно придерживаться иностранных ударений! Правда же? Апология! Вот чем мы с вами, наверное, и должны будем заняться! Поговорить именно о христианстве! Правда, сразу вас предупреждаю об одном! Вот я употребляю слово христианство! Учтите и дальше знайте! Когда я говорю христианство, то если я говорю без оговорок, то говорю только о православии! Потому что... Хочу просто вам поделиться опытом! Я очень много-много лет преподавал западные исповедания! Ну, меня попросили временно, конечно! Временно попросили! Вот, ну, годочек! Другой! И потом это продолжалось лет 15 или 20! Ну, это же временность, конечно! Так, и убедился, что оказывается... В данном случае, пока поверьте, а потом, может быть, вы и сами убедитесь! Например, в католицизме нет ни одной христианской истины, которая не была бы повреждена! Вы слышите? Ни одной! Все догматические истины повреждены! Учение о таинствах – всё повреждено! И, может быть, самое страшное, самое страшное – учение о духовной жизни не просто повреждено, а извращено точно наоборот! Всё, что в православии рассматривается как прелесть, вы это слово, надеюсь, знаете, прелестность, то есть заблуждение, это мечтательность, самомнение, так, романтизм – всё то, что православие называет прелестью, там святостью! Великими святыми! Там именуются те, которых наши святые называли иногда просто сумасшедшими! Вы слышите? Сумасшедшими! Какую-нибудь Терезу, например, Авильскую! О ней пишет Игнатий Воринчинов, сумасшедшая Тереза! Это аспект – важнейший аспект! И знаете, почему? Люди незнакомые говорят – ну, почему же? Ну, разный духовный опыт! Вы слышите? Разный духовный опыт! Мы кушаем мёд, они кушают яд! Слава тебе, Господи! Правда? Разный духовный! Давайте вместе кушать! И то, и другое! Ещё раз вам говорю – какое-то... Что такое за безразличие? Что за странность? Попробуйте вы, дайте! Вот, мёд чистый и отравленный! Ну-ка! Ну-ка! Кто как отнесётся, когда скажет, что это отравленный мёд? Знаем! Ой, как осторожно! Ой, нет-нет! Дайте нам экологически чистый продукт! Здесь как мы разбираемся? Ой-ёй-ёй! Как только касается религии, оказывается! Это просто разный религиозный опыт! А кто-то говорит о разном религиозном опыте, о разных... О разном понимании, которое даровано от Духа Святого! Слышите? Истина... Есть изречение, которое стоит вам запомнить. Истина интолерантна! Истина не терпит лжи! Дважды два – только четыре! Три целых и бесконечные множества девяток – полости запятой – это ложь! Истина интолерантна! И в духовной жизни это в высшей степени важно! Учтите, когда мы говорим о религии, то самая сущность религии в чём заключается? В учении о той духовной жизни, которая приводит человека к Богу! Слышите? Именно о той духовной жизни, об основах этой духовной жизни, о её принципах, которые только может привести человека к Богу! Скажем даже такую страшную вещь! Даже догматические ошибки и заблуждения вторичны! И мы знаем, даже знаем, сколько угодно случаев из истории церкви, когда святые заблуждались! Заблуждались! Потом, правда, приходили! Помните случай, особенно замечательный, когда один святой из потеряка служил литургией в сослужении ангела! И когда пришёл навестить его друг, то потом говорит ему – ты что делаешь? Тут что? Ты ересь произносишь! Он – как? А вот так, смотри! Объяснил ему – тот ахнул! Говорит – всё, я спрошу теперь ангела! Ну, знаете, чего достиг человек! Ну, вот можно же такое! Начинает суть литургии – значит, ангел! Он спрашивает – ты что мне не сказал? И тот ответил – человеку должен сказать человек, а не ангел! Я просто привожу такой случай и к чему говорю? Друзья мои, нас не спасёт и, наверное, не погубит, если мы по незнанию, по незнанию, по непониманию, слышите? Но не по противлению, а по незнанию, по непониманию не будем знать, что там в Евхаристии и как там происходит! Верим, что это тело и кровь – и всё, и точка! Нас никто не осудит Господь Бог за то, какую природу человеческую принял Христос, если мы просто не понимаем, не знаем, что... Слышите, и масса других вопросов! Там филиоквы, бесфилиоквы... Кто понимает, кто знает, чем отличается рождение сына от исхождения Духа Святого? Может, кто-то объяснит? Кто-то? Вы слышите? Вероучительные истины, даже они вторичны на пути спасения человека... Ещё раз повторяю, вторичны в каком смысле? Когда? Когда человек не в смысле противиться учению Церкви, а когда просто заблуждается или не знает, не понимает, они тогда вторичны! А первичным что остаётся? Куда, голубчик, идёшь? В болото или домой? Вот тут-то... Мечтаешь себе о благодати, о дарованиях, о собственной уже всё-таки святости или почти святости, или видишь грехи свои и каешься в них и таким образом приближаешься к Богу? Духовная жизнь... Кстати, запомните, пожалуйста, великую истину! Духовная жизнь измеряется не духовными радостями и утешениями, а измеряется глубиною смирения, к которому человек приходит при правильной христианской жизни. Духовная жизнь составляет самую сущность, слышите, любой религии! Она... Она является главной! Всё прочее – вторичным, электритичным! Здесь, не дай Бог, ошибиться! Почему так святые отцы настойчиво предупреждали об опасности прелести, впадении в прелесть? Указывали её виды, указывали причины, указывали следствия! Есть вид прелести, который привык к самоубийству, к сумасшествию! И сколько мы видим в истории таких случаев! Что вы! Прелесть – это не что-то такое там заоблачное, а с ума человек сходит буквально! В этом своём неправильном шестие по пути духовная жизнь – это самая суть религии! И поэтому я с горечью хочу вам сказать, а мы чем занимаемся? Догматикой, сравнительным, самым основным богословием! Вы знаете, что самое основное, а не основное! Да! Историями, канониками! А где же основы духовной жизни? А где законы духовной жизни? Они есть или нет? Или в духовной жизни есть какой-то хаос? Хаос! Чувств, мечтаний, переживаний – ничего подобного! Святые отцы говорят, что эта жизнь имеет свои твёрдые законы, нарушение которых приводит к бедствиям христианина! Вот, оказывается, какие вещи! Это, друзья мои, надо очень хорошо, так сказать, знать и понимать! Ну, а в отношении теперь нашей с вами программы, чем мы с вами будем заниматься? Общее в целом я вам сказал, что наш с вами аспект занятий будет ничто иное, будет ничто иное, как рассмотрение православия, христианства, православия, с точки зрения понимания его основных, я бы сказал, истин и ответов на те ложные интерпретации этих истин, или те возражения и ту критику, которые как раз касаются этих основополагающих христианских истин. Вот наша с вами будет задача! Мы не будем касаться естественно-научной апологетики, вы уже тут специалисты в высшей степени, я знаю. Вот. Правда, я не смотрел, какие оценки вы получали, ну, наверное, пятёрки у всех. И, наверное, знаете, что не человек произошёл от обезьяны, а обезьяна от человека... Это вы знаете, да? Проходили? Проходили, правильно, проходили. Вот. Обезьяна произошла от человека. Об этом говорил ещё великий древнегреческий философ Платон. Он говорил ещё, что обезьяны – это выродившиеся люди, которые стали вести образ жизни настоящих обезьяньев. Обезьяней – образ жизни. У них никаких больше потребностей, кроме «Ешь, пей, веди плотскую, легко выражай жизнь в полную свободу, и не думай ни о чём! Какое нам небо! Мы вечно живём на земле!» И, как в одной частушке было сказано хорошо, «Ничего нам на свете не надоть!» Не надоть ничего, никакого Бога! Вот так! Поэтому, конечно, я думаю, что Платон, наверное, прав. Чарльз Дарвин в этом отношении допустил принципиальную ошибку – он не читал Платона. Ну, а с чем мы с вами будем заниматься? Я так посмотрел кое-что, так кое-что посмотрел. Вообще-то, вопросов очень много. Некоторые вопросы связаны с различными, я бы сказал, ну, некоторыми, по крайней мере, историческими моментами христианства. Некоторые, и в большинстве своём, касаются самой сущности христианства. То, что я вам сейчас назову, это, конечно, будет не обязательно, что мы с вами всё это на свете пройдём. Нет, конечно! Не обязательно также будет и то, что только этого мы будем касаться. Может быть, чего-нибудь ещё другого. Это всё это может быть. Но кое-что я хочу назвать с тем, чтобы вы могли всё-таки так представлять немножко, иметь общую картину о том, с чем нам придётся с вами соприкасаться. Так, и вот с чем же? Я не по порядку того, как мы будем заниматься, а просто по порядку тем. Но мы с вами можем быть по совсем другому порядку. Первое и главное, как я вам сказал, это основные истины христианства. Это очень важно. Но рассматривать их будем совсем не с точки зрения догматики. Догматику вы всё знаете уже на зубок. Если в два часа ночи разбудить, вы тут же скажете – тра-та-та-та-та-та-та, вышли кошка за кота! Вот так. Поэтому догматикой заниматься мы уже не будем. Нас интересует не это. И в основном наши аргументы будут не от Священного Писания. Ну, сами понимаете. Что для внешнего человека Священного Писания? Ну, ещё одни сказки. Мы их читали – «Легенды и мифы Древней Греции». А это легенды и мифы Палестины, скажут. Но в некоторых, во многих вопросах, когда касается различий конфессиональных, то, конечно, здесь мы поговорим и обратимся и к Священному Писанию. Целый ряд этот есть вопросов, которые, кстати, имеют свои аналоги, то есть внешние некие подобия в других религиях. Например, учение о Боге. Ну, в других религиях есть, конечно же! Чем отличается, интересно, наше понимание Бога от других религий? И речь идёт не о деталях каких-нибудь! Речь идёт о самой сути! В чём сути такой, которую мы могли предложить, вот, внешнему миру, а не в своём кругу! Что мы можем сказать? Кто такой Бог? Кто это такой? Мы говорим – Бог, Бог! А правда! Однажды я с этим столкнулся. Вы знаете, читал в академии, в военной какой-то академии, помню, читал. И я, так сказать, объявил тему, объявили заранее. Я начал говорить и что-то говорю – вот, Бог! Вдруг встаёт какой-то полковник один, говорит – простите, профессор! Хорошо, что вы обозначили тему! Но! О ком это вы говорите, когда произнесли слово «Бог»? Объясните, пожалуйста, нам! Мне понравилось! Я говорю – это правильный математический подход! На математических конгрессах прежде всего докладчик говорит – я буду употреблять вот такие-то понятия, и они будут означать то-то, то-то и то-то, чтобы не было претензий! Я говорю – ну, слушайте, спасибо! Это очень здорово! Давайте тогда говорим! Пришлось читать совсем другую лекцию на тему о Боге! Вот так! Так что кто такой действительно Бог? О! Ну, так учили, конечно, свойства одни, другие, ну, по догматическому богословию. Ну, кому это интересно? А сказать внешнему человеку? Да, любопытно! И чем же отличается наше представление, нужно сказать раньше, наше учение от представлений дохристианских, чем по существу? И отличается ли православное понимание учения о Боге, например, от западнохристианских или нет? И вообще, знаете, какой вопрос есть? Совсем уже ужасный вопрос! Совсем! Который сейчас стоит вот прям чуть ли не как номер один! А одного и того же Бога исповедуют все религии, в одного Бога они верят или нет? Ведь Бог-то один! Многих Богов же нет, правда же? Следовательно, все религии верят в одного Бога, да? Как же понять? Ой, какой вопрос! Я вам скажу, теософы уже давно, уже давно-давно твердят, что все религии – это разные пути к одному и тому же Богу, ибо Бог один, вершина одна, но к ней поднимаются по разным тропам. Только и всего! И больше ничего! А если Бог один, если все религии ведут к одному и тому же Богу? Понимаете вывод? Ура! Все религии, следовательно, по существу своему одинаковы! И неважно уже в какой религии ты принадлежишь! Как я лечу в самолете, одна попалась дамочка, «Ой, я вот куда прилетаю, я туда в церковь и хожу!» «Вот там вот сейчас я была, я в синагогу ходила!» «Вот там там мусульман, я, пожалуйста, и туда пойду!» «Мне всё равно я иду к баптистам, я иду к православам, я иду к католикам, а мне всё равно, куда идти!» Вы представляете? Разговаривать, кстати, с ней было абсолютно невозможно! Потому что это у неё уже мешочек заполнен, и уже туда никакая информация проникнуть не может! Всё! Бедком! Полностью! Она уже убеждена! «Абсолютно это всё равно!» «Она мне всё равно, куда!» «Бог один!» Ух, какая тема! Я вам скажу, какой вопрос! О нём-то надо, наверное, поговорить! А сейчас это, знаете, как развивается эта идея? Ух! Особенно сильно она развивалась в контексте экуменического движения, когда один Бог и один Христос во всех христианских исповеданиях! Один Бог и один Христос! Мы все веруем в одного! Мы все имеем одно и то же Священное Писание! Ясно? Ясно! Одно Писание – да! Один Христос – да! Что дальше? Ну, идёмте вместе причащаться! Не правда ли? Какие сильные практические выводы, оказывается, следуют из вот такого решения вопроса? Ну, тема заслуживающая, наверное, внимания! Я думаю, что мы с вами будем о ней говорить и, так сказать, все вопросы, которые будут возникать, будем, постараемся обсуждать! Очень важные вопросы, связанные со страданиями в мире. Как христианство оценивает это? Как понять невинные страдания? Как понять страдания детей? Какой христианский ответ можем дать на это? Вопрос жгучий! И вы знаете, сплошь и рядом постоянно он возникает! И вы будете соприкасаться с этим, говорю вам, постоянно! И надо подумать, сказать ответ, простой ответ сказать, что это за грехи наши – это неудовлетворительный ответ! Он верный, но неудовлетворительный! Почему? Что я, грешнее всех, что ли? Что у меня такие скорби, а соседка отвратительная такая, а ей хоть бахны! Ну? Нужно ответить, в чём дело? Что значит за грехи? Кажется верно, но, знаете, на общей формулировке они не удовлетворяют и не могут удовлетворить человека! Им надо дать расшифровку этих формулировок! Тогда только это может дойти до души, и человек может понять, что это значит! Да, я заговорил о Христе и не сказал вам! Здесь целая серия вопросов, которые связаны не просто только с его пониманием и теми сторонами, которые я обозначил. Есть вопросы более существенные. Куда более существенные? Вопросы, которые задаются и не как-нибудь, а прямо, что называется, с ножом в горло. На одной из встреч с мусульманами, у нас периодически бывают встречи с мусульманами Ирана. Вот на одной из последних встреч нам были заданы сразу вопросы. Такие. Мы не можем понять, зачем Богу нужно было страдать, как вы говорите, чтобы спасти людей. Разве Бог бессилен был спасти просто? Вы такой упор делаете на кресте? Зачем он? Что значит искупил, чем Богу искупать? У самого себя, да? У самого себя? Или у шайтана? Зачем это нужно? Второй вопрос. Мы не можем понять. Вы учите, и мы так верим, что Бог есть Дух! Дух! Дух, который вне пространственно-временных категорий существует. Он не имеет какой-то материальной субстанции. Как это он мог воплотиться? Что значит воплотиться? Сгустил материю или как? Что такое воплотиться? Или что вы верите так, как верили античные люди, у которых боги воплощались? Или как? О чём вы говорите? Мы не понимаем этого. Послышите, какие вопросы? Какие вопросы задают? И затем мы не можем понять, когда вы говорите о том, что Бог есть любовь. Объясните, пожалуйста! Бог есть справедливость? Да! Он справедливый! Он милующий! Но любовь – это что вы хотите сказать? Что он должен невинную жертву и этого негодяя одинаково возлюбить? Да? Следовательно, обоих спасти? Вы об этом учите, да? Вы слышите? Ой, как мне понравились эти вопросы! Если где-нибудь, я в руку плескал просто. Правильно! Ответьте на эти вопросы! Вы об этом учите? Ответьте!